Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынков компании Тикмилы. С вами я, Артур Идиатурин. На фоне крепкощего мнения, что Фрейс ошибся с квартальным темпом повышения ставок и неохотно признает свой огрех, доходность казначейских облигаций США возвращает себе статус надежного прогнозиста рецессии сейчас. Недавно я писал про то, как спред между 10-летними и 2-летними облигациями казначейства США изобразил крайнее недоверие к решениям Центрального банка, но фокус сегодняшнего анализа будет смещен в пользу краткосрочной перспективы. С приближением декабрьского заседания и держа в голове тот факт, что ФРС сейчас неформально повышает ставки с квартальным темпом, интересно будет взглянуть, как ведет себя доходность одномесячных и трехмесячных облигаций казначейства. Если считать инфляционные ожидания на краткосрочном интервале приближенно равными, сопоставляя динамику доходности трехлетних облигаций и однолетних облигаций, можно предположить, что думает рынок по заседанию ФРС в марте, на который, возможно, придется квартальное увеличение ставки. Первый в 2019 году. Последнее размещение трехмесячных бандов на сумму 39 миллиардов долларов прошло в этот понедельник, а одномесячных вчера в четверг. И примечательно то, что доходность к погашению, которая изображена на этом графике, доходность к погашению обоих сроков была примерно одинаковой. Вот здесь, как вы можете видеть, произошло пересечение доходности. При этом доходность одномесячных облигаций выросла, и доходность трехмесячных снизилась. Так как рынок сейчас ожидает с довольно-таки высокой вероятностью повышения ставки в декабре, сходимость вот этой одномесячной и трехмесячной облигаций, трехмесячная стоимость, естественно, ориентируется на мартовское решение, так вот эта сходимость означает, что рынок могут покидать ожидания повышения ставки в марте. То есть рынок сейчас закладывает меньший процентный риск относительно мартовского повышения. Ведь если бы рынок действительно считал, что ФРС может повысить ставку в марте, то тогда инвесторы бы требовали большую доходность на свои инвестиции, и, соответственно, доходность по погашению должна была расти по трехмесячным облигациям. Но этого, как видите, не происходит. Конечно, можно сейчас не вдаваться в детали движения доходности и просто взглянуть на распределение вероятностей по фьючерсам на ставку. Вот если посмотреть данные по мартовскому повышению, это на 20 марта 2019 года, то видно, что диапазон ставки в 250-275, то есть что подразумевает еще два повышения ставки в декабре и в марте, сейчас вероятность этого исхода составляет всего лишь 28,1%. Хотя в прошлом месяце эта доходность составляла 51%. То есть получается, что шансы снизились практически в два раза по мартовскому повышению ставки. И уж точно, что они оставят ФРС равнодушным, так это инфляционные ожидания, правда, измеренные через привязанные к инфляции банды. Как видно, они недолго продержались на желаемом уровне в 2% и начали очень быстрое и стремительное погружение к декабрю. Ожидаемая инфляция пятилетней составляет всего лишь 1,8%. Последние данные показывают, что инфляции измерены через потребителя, то есть путем опрашивания потребителя о том, как изменить инфляцию, такой вот индекс дает нам университет Мичиган. Эта инфляция потребительская, точнее, инфляционные ожидания потребителей также слегка сбавили обороты, они снизили до 2,6%. И проблема в инфляционных ожиданиях потребителей, что они, скорее всего, запаздывающие, учитывая, что потребитель в последнюю очередь осознает какие-либо тренды в экономике, нежели чем вот эти лидирующие ожидания инфляции, измеренные через спрос на облигации. С другой стороны, нельзя исключать, что реакция инвесторов вот эта на происходящее в экономике может быть иррациональной, это не исключено. Например, инвесторы могут иррационально отреагировать на последствия тарифов, преувеличив их эффект. И эти ожидания могут затем распространяться на остальных агентов, то есть фирмы и потребителей, и при этом эта положительная обратная связь, она может только усиливать эффект. То есть потребители будут думать, что инфляционные ожидания должны замедлиться, соответственно, рынок бандов опять-таки подхватит эту информацию, и что как бы увеличит амплитуду падений инфляционных ожиданий, которые как раз-таки отображаются вот на этом графике. Сейчас ФРС пытается стабилизировать инфляционные ожидания, прежде всего за счет вербальных интервенций. И показательны в этом плане слова президента ФРБ Джона Уильямса, который заявил недавно, что ЦБ не может реагировать на каждый каприз рынков. В общем, сейчас складывается следующая ситуация. Рынок закладывает одно неполное повышение ставки в 2019 году, и начало новой программы смягчения, то есть количество смягчений 4, уже в 2020 году. Тогда ФРС придется начать смягчать кредитные условия в экономике, так как растут сейчас ожидания новой волны рецессии из-за истощения фискального импульса, последствий торговой напряженности и тупиковой ситуации на нефтяном рынке. На краткосрочном интервале надежда остается на рост зарплат. Сейчас данные, по которым выйдут сегодня, месячные изменения оплаты труда ожидаются на уровне 0,3%, количество рабочих мест на 195 тысячах и безработицы на уровне 3,7%. Продолжение следует...